Для вас не секрет о том, что все спортивные объекты, на которых проводятся у нас мероприятия крупного областного или российского масштаба, не подходят в рамках 353-го постановления. Екатерина Солдатова нам ответила о том, что ничего у нас не отменяется, все хорошо, все мы проводим, но тем не менее в декабре отменено традиционный турнир по дзюдо, первенство России по самбо перенесли в Энгельс, нет турнира традиционного по бутовскому, по боксу. Трухляева турнир кое-как провели, я видел, там полиция приходила, также накладывала какие-то предписания или штрафы. Как будет решаться проблема спортивных объектов и почему проблема эта замалчивается? Мы теряем же статус города, как спортивного города. И отвечу. Да, вопрос понятен, давайте, наверное, у нас попробуют ответить Экзири Владимировна, я дополню. Да, уважаемые коллеги, значит, мы действительно в информации дали вам в статье, что действительно у нас объекты есть, которые соответствуют всем требованиям, и они у нас есть. Это стадионы Труд, Корт, Форум, Альбатрос, Ледовый дворец, мы в них проводим соревнования. Эти учреждения внесены во Всероссийский реестр, имеют паспорт безопасности. И на этих объектах соревнования проводятся разных уровней, от муниципальных до Всероссийских. В декабре действительно был отменен межрегиональный турнир по боксу в памяти почетного химика России, почетного гражданина города Балакова-Бутовского. Отменено это было со стороны Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. То есть это они отменили это мероприятие, и положение ими не было утверждено. То есть это не наша была прерогатива. Все соревнования, которые не были проведены, были отменены на уровне Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. На сегодняшний день мы прорабатываем вопрос дополнительных мероприятий по подготовке объектов, остальных объектов всех для проведения соревнований высокого уровня. Мы составляем сейчас сметы, определяем дополнительную финансовую потребность, чтобы нам все учреждения спорта, расположенные на территории Балаковского муниципального района, привести в соответствующее состояние, чтобы мы могли проводить там соревнования. В настоящее время у нас оборудование имеется в ограниченном количестве, на период соревнования мы, соответственно, осуществляем перевозку с объекта на объект, но это не значит, что наши учреждения совсем не готовы. То есть вот те учреждения, которые я назвала, в них мы можем совершенно законно проводить соревнования этого уровня. Остальные учреждения на протяжении всего 2022 года мы будем готовить в соответствии с требованиями. Но все же вы сами себе противоречите. Спорта есть, принять все готово, а первенство переносим в Энгельс. И почему-то не по нашей инициативе. Это не наша инициатива. Это решение было принято на уровне министерства. Можно прикрываться как угодно, чьими инициативами, как угодно. Перенесли же в Энгельс, мы потеряли статус. У нас город спортивный полоток. Николай Васильевич начинал программу. Ну а как же вы выпускаете? Это прерогатива не наша. Ну так мы соответствуем или нет? Альбатрос тот же самый, там же должно было проводиться. Значит мы не соответствуем. У нас соответствует форум, у нас соответствует Альбатрос, Ледовый дворец. Мы можем в этих учреждениях проводить соревнования. И мы проводим. Уже в эти выходные там проходили соревнования. Было проведено первенство Приволжского федерального округа по подводному спорту. В соревнованиях принимало участие 80 сильнейших спортсменов в Саратовской, Самарской, Нижегородской областей. От нашего Альбатроса участвовало 20 человек и мы заняли призовые места. То есть соревнования проходили. Соответствует наше учреждение всем требованиям. Мы понимаем, но почему же вы в Спартексе, вот сейчас должно было, 26 числа было, оно было в плане графики мероприятий, мы анонс писали. Почему перенесли-то? Почему его нет? Если все соответствует. Давайте мы этот вопрос с министерством проработаем. Я сейчас тоже не готов ответить на него. Почему министерство перенесло, в рамках каких мероприятий, в рамках, с чем это было принято решение. Прямо протокол занесить и подготовить ответ, соответственно, заявителю, почему мы перенесли это мероприятие. Понятно, спасибо. У меня все. Продолжение следует... Продолжение следует...